«Зачем же ты, бродяга, смущал народ, рассказывая на базаре об истине, о которой ты представления не имеешь? Что такое истина?» Виктор Пелевин «Запись о поиске ветра» Письмо студента «Постепенность упорядочивания хаоса к господину изящества мудрости» Отвечаю на ваше письмо, господин Цян Цзия, с некоторой задержкой. Она вызвана событиями, слух о которых уже дошел, должно быть, до ваших мест. «Я не пострадал в смуте. Молюсь, чтобы и вас бедствия обошли стороной. Прошло не так много времени с той поры, как под крики цикад мы поднимали чаши в желтых горах. А сколько перемен вокруг!» Многие, вчера опора поднебесной, развеяны в прах. «Другие, бывшие в зените могущества и славы, ныне запятнаны позором, и их имена походят на разграбленные могилы. Только горы и реки вокруг все те же, но мнится, и они медленно меняют свой облик. Пройдет несколько поколений, и вот уже ничего не напомнит о прежнем. Конечно, это не должно удивлять, ибо в переменах единственное постоянство, дарованное нам небом. Человека, утвердившегося на пути, перемены не пугают, ибо душа его глубока, и в ней всегда покой, какие бы волны не бушевали в мире. Не следует страшиться этих волн, а не лишь мнимости, подобные игре солнца на перламутровой раковине. С другой стороны, не следует слишком уж стремиться к покою, и покой и волнение – суть проявления одного и того же. А сокровенный путь теряешь как раз тогда, когда начинаешь полагать одни мнимости более важными, чем другие. Впрочем, господин Цзян Цзия, мои размышления могут вызвать у вас улыбку. И правда, не смешно ли, когда невежда рассуждает о том, что должен чувствовать муж, постигший путь, да еще в письме такому мужу? Только ваше обычное презрение к словам дает надежду, что вы простите бедного литератора и на этот раз. По истине, все обстоит именно так, как вы любите повторять. Три слова вызывают десять тысяч бед. В своем письме вы интересуетесь, сохранил ли я интерес к идее, возникшей, когда вы угощали меня в своем поместье порошком пяти камней. Вы опасаетесь, что в сутолоке столичной жизни я мог позабыть о пережитом в ту ночь. Чтобы показать, насколько все случившееся свежо в моей памяти, позволю себе напомнить обстоятельства, при которых родился упомянутый вами замысел. Мы говорили о ничтожестве современных сочинений, в сравнении с великими книгами древности, причину чего я полагал в том, что люди нашего времени слишком далеко отошли от истинного пути. На это вы заметили, что в любую эпоху люди находятся на одинаковом расстоянии от пути, и это расстояние бесконечно. Я возразил, что совершенно мудрые учили видеть путь во всем, что нас окружает, и, следовательно, он всегда рядом. Тогда, господин Цзян Цзия, если помните, вы достали из чехла на поясе феникса из белого нефрита, которого я незадолго перед тем пытался сторговать у вас за пять лян золота, и спросили, по-прежнему ли он мне нравится. Полагая, что вам пришлось по сердцу мои слова и предвкушая подарок, я ответил утвердительно, но вы вновь спрятали его в чехол. Я поинтересовался, что это должно означать. Видеть путь и обладать им, не одно и то же, ответили вы. Мы долго хохотали после этих слов, вы даже опрокинули ногой чайную доску. Из того, что точнейшее и трезвейшее наблюдение вызвало у нас такое веселье, а также почесотки всего тела, которую я ощущал, я заключаю, что к той минуте порошок пяти камней уже полностью проявил свое действие. Мои мысли устремились сразу во все стороны, и мне вспомнилась виденная на базаре принцесса из народа хунну, вынимавшая вбитые в бревно гвозди причинным местом. Видимо, из-за этого воспоминания и кое-каких мыслей о столичной жизни, у меня и вырвались слова о том, что в наши дни ремесло сочинителя отличается от удела гуннской принцессы только тем, что ему приходится забивать свои гвозди самому, и подлинной опорой духа может быть только классический канон. На это вы возразили, что так было всегда, просто базарные фокусы былых времен кажутся в эпоху упадка священодействием. А поскольку любая эпоха есть эпоха упадка, и в мире меняются только девизы правления, так называемый классический канон – попросту те надписи, которые мы еще в состоянии разобрать среди древних руин. Оттого-то в любую эпоху этот канон так неповторим и произволен. Но чем было священодействие древних на самом деле, добавили вы с грустью, об этом выродившиеся потомки не могут даже гадать, если, конечно, они не относятся к разряду фокусников и сочинителей. В качестве примера таких фокусов и гаданий вы привели модный ныне роман «Путешествие на Запад». Я собирался возразить, ибо считаю эту книгу одним из лучших творений современной литературы. Несмотря на все ее стилистическое несовершенство, но мои мысли вдруг приняли неожиданное направление. «История царя-обезьян и танского монаха – это рассказ о путешествии», – сказал я. «А возможно ли создать повествование, в центре которого будет путь?» «После этого вы и предложили прогуляться в горах. Не стану повторять, как я благодарен вам, господин Цзян Цзия, за учение, хотя способ которым оно было преподано, до сих пор наполняет меня страхом. Еще раз приношу извинения за то, что вел себя как неразумное дитя, но случившееся было так необычно, что попытка спрятаться до сих пор кажется мне вполне естественной. «Что до несчастного недоразумения с моим животом?» «То это, как вы знаете, часто случается при приеме порошка пяти камней, особенно если в нем слишком много киновари. Так что неловко мне не от того, что вы могли счесть меня трусом, вы знаете, что это не так, а от того, что я заставил вас искать меня среди ночи в местах, где и днем следует ходить с великой осторожностью. «Я не откликался на ваш зов, не потому, что мое сознание было чем-то замутнено, наоборот, не помню, чтобы когда-нибудь прежде оно было настолько ясным, но оно полностью отвернулось от пяти чувственных врат и устремилось в самый тайный из чертогов ума, запылавшего подобно костру. И тогда я прямо узрел то, к чему столько раз пытался приблизиться, через написанное в книгах и беседы с постигшими истину. «Я узрел великий путь, как он есть сам в себе, не опирающийся ни на что и ни от чего не зависящий. Я понял, от чего бесполезно пытаться достичь его через размышления или рассуждения. Если уподобить построение ума лестницам, которые должны поднять нас к сокровенному, то мы приставляем их не к стенам замка истины, а лишь к отражениям этих же самых лестниц в зеркале собственного рассудка. Поэтому, как бы самоотверженно мы не карабкались вверх и как бы высоко не забирались, мы обречены в конце вновь и вновь натыкаться на себя, не приближаясь к истине, но и не удаляясь от нее. Чем длиннее будут наши лестницы, тем выше станут стены, ибо сам замок возникает лишь тогда, когда появляются те, кто хочет взять его приступом. И чем сильнее их желание, тем он неприступнее. А до того, как мы начинаем искать истину, ее нет. В этом и заключена истина. Эта моя мысль завершилась странным умственным движением, словно я помыслил не тем способом, как привык, а каким-то совсем невозможным. И здесь господин Цзянцзия сказался опыт в раскрытии преступлений, приобретенной на государственной службе. Мне вдруг открылся самый чудовищный заговор, который когда-либо существовал в Поднебесной. После чего со мной и начался тот приступ неостановимого хохота, который помог вам найти меня в темноте. Этот заговор, в котором состоим мы все, даже не догадываясь об этом, и есть мир вокруг. А суть заговора вот в чем. Мир есть всего лишь отражение иероглифов. Но иероглифы, которые его создают, не указывают ни на что реальное и отражают лишь друг друга. Ибо один знак всегда определяется через другие. И ничего больше нет. Никакой, так сказать, подлинной персоны перед зеркалом. Отражения, которые доказывают нам свою истинность, отсылая нас к другим отражениям. Глупость же человека, а также его гнуснейший грех, заключен вот в чем. Человек верит, что есть не только отражение, но и нечто такое, что отразилось. А его нет. Нигде. Никакого. Никогда. Больше того, его нет до такой степени, что даже заявить о том, что его нет, означает тем самым создать его, пусть и в перевернутом виде. Представьте фокусника, который, сидя перед лампой, складывает пальцы в сложные фигуры, так, что на стене появляются тени зверей, птиц, чертей и красавиц. А после этого, он до смерти пугается этих чертей, влюбляется в красавиц и убегает от тигров, забывая, что это просто тени от его пальцев. Можно было бы назвать его безумцем, не будь сам этот фокусник по просту тенью от знаков фокус и человек. Весь мир вокруг такой театр теней. Пальцы фокусника это слова, а лампа это ум. В реальности же нет не только предметов, на которые намекают тени, но даже и самих теней есть только свет, которого в одних местах больше, а в других меньше. Так на что надеяться? И чего бояться? Однако, говоря об этом, я не беру лампу истины в руки, а просто гну перед ней пальцы слов, создавая новые и новые тени, поэтому лучше вообще не открывать рта. После того, как я постиг это, смысл древних текстов открылся мне так ясно, словно я сам был их составителем. Таинственные места из комментариев к ним стали прозрачные, как школьные прописи. Кроме того, я понял, отчего читать их совершенно бесполезно, если бы надо мною разверзли с небеса или начался потоп. Я не обратил бы на это внимание, и то, что вы отыскали меня, прежде чем я сорвался с какой-нибудь горной тропы в пропасть, воистину кажется мне милостью неба. Что еще я постиг? А то, что мы не сосуды, заполненные сознанием, а просто исписанные страницы, качающиеся в нем, как стебли травы в летнем ветре. Мы думаем, что сознание – это наше свойство. Точно так же, для травинки ветер – это такая ее особенность, которая иногда пригибает ее к земле. По-своему, травинка полностью права. Как ей понять, что ветер не только это? Ей нечем посмотреть вверх, чтобы увидеть огромные облака, которые он несет над землей. Впрочем, будь у нее глаза, она скорее всего решила бы, что облака и есть ветер, ведь ветер увидеть вообще невозможно. Но самое поразительное, что ощущение – «Вот я, травинка», возникает тоже не у травинки, а у ветра. Не травинка, сгибаясь к земле, думает «Вот ветер!» Это ветер думает «Вот ветер!» натыкаясь на травинку. Для того-то он и разносит семена над землей. Все, что кажется травинке, на самом деле кажется ветру, потому что казаться может только ему. Когда ветер обдувает травинку, он становится травинкой. Когда он обдувает гору, он становится горой. Травинка всю жизнь борется с ветром, но ее жизнь проживает тот самый ветер, с которым она сражается. Потому-то ни с травинкой, ни с горой, ни с человеком ничего на самом деле не может случиться. Все происходит только с ветром, «А про него поистине нельзя сказать, что есть место, откуда он приходит или куда он уходит. Так разве может с ним хоть что-нибудь произойти?» Когда мы вернулись в усадьбу, мой ум был неспокоен, и участие в беседе требовало от меня усилий. Поистине, думал я, несмотря на все бедствия неисчислимых народов, ни один волос никогда не упал ни с чьей головы. Я не поделился этой мыслью с вами, что-то подсказало мне, господин Цзян Цзия, что я немедленно лишусь целого клока волос. Но когда вы спросили, сумел бы я сделать только что постигнутая тема литературного произведения, я без раздумий ответил утвердительно, «Больше того, помню, что ваши слова, теперь, когда вы смутно представляете, в какой стороне искать то, что безногие и безголовые называют путем, показались мне обидными, я был уверен, что постиг истину целиком и сразу. Никаких сомнений в своей способности осуществить задуманное у меня не было. Я видел и понимал то, что следовало выразить так же ясно, как вижу сейчас дневной свет. И это понимание наполняло меня такой силой, что я не сомневался в способности этой силы выразить себя. Думать о форме, в которой это произойдет, казалось мне преждевременным. Поистине, это был момент высочайшего счастья мне, чувствовал я. Предстоит создать книгу невиданную, не похожую ни на что из написанного. Подобно тому, как ясное и сильное состояние моего духа не походило ни на что из испытанного мною прежде. Возможно, эти слова вызовут у вас улыбку, но в тот момент мне казалось, что я избран небом, чтобы совершить нечто подобное деяниям Будды и Конфуция, если не затмить их. Прибыв в столицу и уладив накопившиеся служебные дела, я приступил к работе над книгой. Если уподобить литературный талант военной силе, я вывел на эту войну всю свою небольшую армию до последнего солдата. И вот я с грустью сообщаю вам о полном провале похода. Но я не был разбит в бою. Я не сумел даже приблизиться к противнику. И сейчас я полагаю, что с таким же успехом можно было выходить на битву с ратью облаков или воинством тумана. Причина моего поражения теперь представляется мне очевидной. Я пытался написать о высшем принципе, свет которого ясно видел в ту ночь. Но что это за принцип? Я по-прежнему этого не знаю. Если разуметь под словом знать способность изложить на бумаге или внятно разъяснить нечто другому человеку, мне не сплести из слов такой сети, которой я мог бы вытащить это чудовище из темноты. И дело не в моих малых способностях. Мы можем взять в руки только то, у чего есть форма. Пусть это даже будет вода, принявшая форму наших ладоней. А у этого странного существа формы нет. И придать ему форму, не утеряв его, нельзя. Поэтому называть его существом большая ошибка. Пытаясь изобразить его в знаках, мы уподобляемся тому, кто ловит ветер шапкой и относит его в кладовую, надеясь собрать там со временем целую бурю. А утверждающий, что бывают книги, картины или музыка, которые содержат в себе путь, подобен колдуну, который уверяет, будто бог грома живет в тыкве, висящей у него на поясе. Говоря о путешествиях под действием порошка пяти камней, вы любите повторять, возникать и проявляться смертельно опасно. Не следует никем становиться надолго, ибо это привлекает внимание странных существ, обитающих в том мире, куда мы приходим в гости. В то же время вы говорите, что нет разницы между тем миром и этим, отчего сразу же видишь в слугах тех самых странных существ, и вспоминаешь, что и здесь мы всего лишь в гостях. Но возникать и проявляться нельзя и при созерцании пути, легко удерживать его перед глазами, пока можешь оставаться никем и ничем. Но если захочешь рассказать о сиянии пути, сразу возникает захотевший, оскорбляя путь скверной своего рождения. А скверно рождение, будь то тело, слово или мысли, и есть граница, отделяющая нас от пути. Это преграда, где теряют главное. А что есть нынешнее искусство, как не грязная трущоба, где сотни алчных повивальных бабок вытаскивают из тонущей в родовых муках пустоты все новые и новые формы. К тому же, как я замечаю уже много лет, все они по своей сути те же прошлогодние гвозди. А когда что-то называют необычайно глубоким, речь идет о том, что какой-то из гвоздей случайно вогнали на цунь дальше, и шаманке пришлось попотеть. Когда в нас рождается сочинитель, мы покидаем путь, а когда у сочинителя рождается первая фраза, в аду ликуют все дьяволы и мары. И это я говорю, господин Цзян Цзия, о самых лучших из нас, тех, кто искренне служит небу. В словах, которыми хотят обессмертить истину и ее могила. Не становиться, не рождаться и быть всем. Сама эта фраза есть пример становления, рождения и ограниченности. Все в нашем мире есть разные ступени проявленности, становления и упадка. И знаки письменности с древних времен отражают лишь это. Так как же сказать хоть слово о том, что никогда ничем не становилось. Поистине трудно поведать о ветре, если знаки есть только для летящих в нем листьев. Тот, кто бывал в столице, захочет лежить в деревне, где крыши кроют соломой. Когда видел сияние пути и знаешь какова свобода, поплетешься ли назад в тюрьму слов? А даже если вернешься, сумеешь ли объяснить другим то, что увидел? Я готов допустить господин Дзян-Дзи-Я, что могу изъясняться намеками и иносказаниями, ясными для того, кто постиг то же самое. Ведь и сейчас я вверяюсь словам, зная, что буду понят. Но возможно ли изобразить на стене темницы, начинающиеся за тюремными воротами так, чтобы рисунок понял узник, никогда не выходивший из подземелья? Об этом следовало бы, конечно, спросить самого узника, но он, боюсь, не поймет и вопроса. Когда человек читает книгу, он видит придуманные другими знаки. То же происходит, когда он смотрит на мир. Лес для нас состоит из тысяч по-разному написанных иероглифов дерева. Глядя же внутрь себя, это возможно лишь потому, что есть иероглифы внутри и снаружи. И думая о себе, а это возможно лишь потому, что есть иероглиф «Я», он видит только отпечатки знаков, но он не замечает самого главного, на чем появляются эти отпечатки. И это от того, что для высшей основы нет знака. Есть иероглиф «Синь», но ведь глядя на него, мы видим не скрытую основу всего, а только черные разводы туши. Не странно ли, что в древние времена этот знак вырезали на панцире черепахи в виде фигуры, до обидного похожей на, так сказать, внешнюю почку, торчащее в нашу сторону мужское достоинство. Вот куда идет ныне человечество, услаждая себя по дороге фокусами гуннских певичек. Это неведение, я и разумею, под тюрьмой и темницей. Даже если какому-нибудь искусному врачу удастся заставить человека позабыть на время слова, что с того? Тот, кого всю жизнь слепили огни фейерверка, заметит ли мерцание звезды? Услышит ли треск сверчка, привыкший к грохоту барабанов? А истина говорит с нами ничуть негромче, да и не с нами, не будем обольщаться, лишь сама с собой. Впрочем, я начал с того, что никакой истины нет, пока мы не озаботимся ее поисками. И уже рассуждая о том, громко она разговаривает или тихо и с кем. Вот так слова создают мир. Вот так мир в конце концов оказывается ничем. Выброшенной печатной доской, с которой осыпаются под осенним ветром рассохшиеся знаки. Поистине одно уравновешивает другое. История царя-обезьян и танского монаха это роман о путешествии в пространстве. Мы же размышляли о том, можно ли написать нечто подобное о странствиях по пути. Посчитав сперва эту задачу нетрудной, я по размышлению увидел, что к ней нет способа даже подступиться. Так я полагаю и сейчас. Но в путешествии на запад есть место, которое начисто меня опровергает. Помните ли, что происходит в конце, когда путешественники получают листы чистой бумаги вместо священных текстов, ради которых они прошли столько стран? С жалобами, что их обманули, они возвращаются к Будде. И тот объясняет, что чистые листы бумаги и есть настоящие священные тексты. Поскольку путешественники еще не готовы понять, что такое подлинная святость, они получают то, зачем пришли, корзины сутр и поучений. Но самое первое послание Будды, не понятое теми, кто пришел к нему за наставлением, не оно ли полностью вобрало в себя путь? На бумаге не было вообще ничего, но таково, сдается мне, единственное возможное повествование о сокровенном, которое не окажется подлогом с первого же знака. Да, на стене темницы можно изобразить истину, открывающуюся тому, кто вышел за тюремные ворота. И нет ничего проще такого рисунка. Это сама стена до того, как ее коснулись мел или кисть. Но узник и так смотрит на нее каждый день, и значит сокровенное открыто ему так же, как нам, поскольку мы не видим ничего сверх того, что видит он. Узник просто не знает, что перед ним сокровенное, ибо не начинал его поиска. А как в нем родится желание искать сокровенное, если он не знает даже такого иероглифа. Скорее искать путь начнут придорожные камни и облака в небе, но они ничего не ведают о пути, а значит и не теряли его. Поистине прилагать усилия и копить знания нужно не для того, чтобы обрести путь, а для того, чтобы потерять. И первое, что мы делаем, просыпаясь с утра, это заново рисуем темницу со своей фигуркой внутри. Но хоть наша темница всего лишь нарисована, надежней не заточал и цинь Шихуан. В книге о потоке и силе есть парная надпись «Отсутствие концепции неба и земли суть исток, наличие концепции десяти тысяч вещей суть врата рождения». Смиренно добавляю, что из этих слов следует, пока сохраняется концепция сокровенного истока, сокровенный исток недостижим. Когда же концепция исчезает, о каком сокровенном истоке говорить? Вот это и называю сокровенным истоком. Вооружась словами, мы идем в поход за истиной. Нам кажется, что мы достигли цели, но воротясь из похода мы видим, что добыча наша, слова, ничем не отличающиеся от тех, с которыми мы отправлялись в путь. Даже непоколебимая опора моих мыслей, книга о потоке и силе, не обладает ли той же природой? В ее защиту можно сказать, что сам Лао Цзи не имел желания браться за кисть, и его труд есть древнейшая из известных нам взяток, ибо написан он был с единственной целью заставить начальника заставы открыть дорогу на запад. Но состоящая из слов и отражающая умозаключение, не есть ли эта книга в соответствии с ее же собственной мудростью, последовательность врат рождения, сквозь которые проходит читающий, проживая по числу глав 81 короткую жизнь. А раз так, можно ли сказать, что последнюю страницу переворачивает тот, кто открыл первую? Сообщая о возможности выполнить задуманное, я вошел с собой в противоречие, пойду этой тропой и дальше, словно памятной ночью в горах, как знать, вдруг повесть о пути все же может существовать, и не только в виде стопки чистой бумаги. В минуту раздумий я видел вдали словно бы мираж, слишком зыбкий, чтобы говорить о деталях, но все же достаточно ясный, чтобы дать его общий очерк. Итак, в этом тексте не должен появляться иероглиф путь, кроме может быть первой и последней главы. Там этот знак мелькнет, чтобы очертить пространство, где развернется таинственное действие. Кроме того, так будет показано, что путь ведет лишь сам к себе, не меняясь, но и не оставаясь прежним. Возможно, что в самом начале будет сказано несколько слов о рождении, а в конце о смерти. Все остальное между этими вехами будет лишено признаков повествования об одном предмете. Мне представляется множество странных историй, рассыпающихся на еще большее количество крохотных рассказов, сквозь которые нельзя продеть ни одной общей нити, кроме той изначальной, что и так проходит сквозь все. Так, удалив все связующие звенья, мы получим повесть о самом главном, которую нельзя убрать, ибо оно и есть путь десяти тысяч вещей. Такая повесть будет подобна собранию многих отрывков, написанными людьми в разные времена, единственное, что должно скрепить их вместе, это некое присущее им качество, которое, господин Цзян Цзия, я не возьмусь определить. Скажу только, что в моем письме я ощутил его присутствие в тот момент, когда писал о травинках и ветре. Но что это? Истины изначально нет, таков установленный небесами закон. Другой закон небес в том, что истину выразить невозможно даже тогда, когда она появляется. Но главный небесный закон в том, что никакие законы не действуют, когда свою волю изъявляет верховный владыка. Ибо законы есть не что иное, как память о том, какие повеления он отдавал раньше. Значит ли они что-нибудь, когда рядом он сам? Кто же этот верховный владыка? Спросите вы. Я немедленно опрокину ногой чайную доску, и вы улыбнетесь в ответ. Вот почему небеса позволяют нарушать свои ниже уложения. Мы протискиваемся сквозь лес невозможности неведомо как. И тогда истина, которой нет и которую даже появись она, все равно нельзя было бы выразить, внезапно возникает перед нами и сияет ясно, как драгоценная яшма в свежем разломе земли. Когда происходит такое, появляются слова, тайна которых неведомо. Возможно, таких слов может быть бесконечно много. Возможно и то, что ничего не надо сочинять. И все, что должно войти в эту повесть, уже написано. Но эти отрывки разбросаны по книгам разных эпох. Быть может, что мудрейший из ученых оказался способным лишь на орнамент силогизмов, а важнейшую из глав создал невежественный варвар. Мое сердце знает, что повествование, о котором я говорю, существует. Вот только прочесть его может лишь тот таинственный ветер, который листает страницы всех существующих книг. Но говоря между нами, разве есть в этом мире хоть что-нибудь кроме него? Вот посмотри на эту лампу. Первое зеркало это ум А. Он одинаков во всех живых существах. Там белках, стрелках. В нем отражается мир. Второе зеркало это ум Б. Он существует только у человека. В нем слова. Какие слова? Любые. Причем они меняются скоростью больше, чем стреляет авиационная пушка. когда ты ставишь слово перед умом А. Слово отражается в уме, ум отражается в слове, возникает бесконечный магический коридор Ум-Б. Поэтому человечество сегодня существует не на круглом острове во всемирном океане, как еще недавно учила нас церковь, а в расширяющейся пустоте, которая, по некоторым сведениям, уже начинает сжиматься. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА